Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматкова. 23 декабря в Звенигороде открылась выставка-ярмарка подмосковной умелицы. Сегодня в нашей студии Наталья Шмелёва, начальник отдела по туризму администрации Одинцовского округа. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! И Илья Кузьминков, организатор фестиваля, главный редактор радио «Вера», руководитель агропарка «Агилада». Здравствуйте, Илья! Здравствуйте, Мария! Очень рада с вами встретиться в нашей студии перед Новым годом. До главного праздника в нашей стране остались считанные дни, но у вас всё в самом разгаре. 23 числа стартовала выставка-ярмарка, конечно, колоссальная проводится работа. Давайте сегодня об этом поговорим. И продлится она, я хочу сказать, до 8 января. Уважаемые телезрители, у вас ещё есть время попасть на это уникальное культурное событие. Да, в этом году мы уже во второй раз проводим наш фестиваль «Подмосковный умелец». И попытались сделать его ещё лучше. Поэтому свой фестиваль мы открыли реконструкцией ремёсел и выставкой лоскутного шитья от мастериц России. Поэтому в этом году у нас всё немножко стало по-другому, необычно, но ярко. Потому что после пандемии нам кажется, что как раз именно этого жителям, туристам не хватает. Как вы получаете обратную связь каждый день, общаетесь с посетителями? Что говорят люди? Ну, люди, естественно, очень рады. В этом году всё воспринимается особенно. И люди очень ждали праздника. Очень ждали каких-то новых впечатлений. Людям хочется почувствовать, что проблемы этого года остаются в этом году. Новый год всегда ассоциируется с надеждой, с надеждой на обновления, на изменения. И вот очень хотелось пережить каких-то ярких эмоций. И я думаю, что мы сделали всё возможное для того, чтобы люди почувствовали себя участниками такого праздника. Действительно, очень радостно. Вот я когда говорю, подмосковный имелец, я таким очень большим удовлетворением добавляю традиционный и очередной. Пусть всего второе, но тем не менее это уже традиция. Это означает, что праздник теперь подмосковного имелеца будет ежегодный. И само название подмосковного имелеца настраивает на определённый лад. Мы говорим о ремёслах. Но в прошлом году у нас была одна тема. Там шерсть, плетение корзин. В этом году у нас тема ремёсла остаётся и таким одним из основных лейтмотивов. Но сменились акценты. В этом году у нас три такие как бы темы. Это тема пекаря и пирог в центре новогоднего стола и в центре наших новогодних мероприятий. У нас, может быть, в каком-то смысле уже часть программы прошла, мастер-классы были очень интересные. Но ассортимент остаётся. Поэтому уникальные несколько десятков видов разнообразных рождественских выпечки разных народов пока представлено. Ещё не всё раскупили. То есть, есть ещё возможность успеть и действительно побаловать своих родных, близких, украсить новогодний стол таким традиционным блюдом. Как пирог. Вот я, например, всегда в своей семье готовлю рыбный пирог на Новый год. Это вот прям традиция. И все очень ждут этого события. А вы? Какие у вас блюда любили? Это новая традиция. Видите, здесь же ещё так накладывается. Действительно, отчасти новой традиции является такой рыбный стол на Новый год. Потому что новый в том смысле, в контексте тысячелетия, что называется. Потому что Новый год же всегда был после поста. Это уже был такой праздник. Праздник разнообразного веселья. А теперь, в связи с новым временем, новым календарём, Новый год для многих – это период незакончившегося поста. Но пост такой, многие делают себе поставление и вкушают в том числе рыбу. Поэтому у нас присутствует тоже в продаже рыба. Причём рыба дикая, рыба уникальная, которую специально привозят с Северных морей, привозят для торговли на нашем фестивале. Поэтому тоже ещё одна, вместе с пирогом, ещё одна фишка для вас – это просто замечательный пирог и рыба, пожалуйста, купили. Всё есть, можно купить отличную рыбу, приготовить. Кулебяки – такое забытое слово. Вот тоже в ассортименте представлено. Кто-то, может, даже не знает, что это такое, но это как раз и есть собственный пирог. Мне кажется, как раз-таки молодёжь и дети мало об этом знают. И вот это событие как раз-таки тот самый уникальный шанс, когда можно ребёнку рассказать и показать всё многообразие нашей страны, наших ремёсел, наших уникальных мастеров. Наталья, я знаю, что всегда подходите с особой тщательностью к выбору тех участников именно. Тех, кто будет представлять свои ремёсла, свои труды. И кто вот в этот раз вошёл в этот список, потому что две недели продолжается и будет идти выставка-ярмарка. Это, конечно, такой внушительный отрезок времени, его нужно заполнять. Не только даже заполнять, а, наверное, и менять регулярно, потому что вот сначала был день пирога, сегодня у нас гастрономические дни, когда можно не только попробовать рыбу, но и самое интересное, можно попробовать различные соленья, грибы, что тоже очень вкусно. Поэтому, конечно, мы пытаемся сделать так, чтобы вот каждый человек, который приходит к нам регулярно, он нашёл для себя каждый день что-то новое. И вот, возвращаясь к вчерашнему дню пирога, у нас были прекрасные мастер-классы, где мы с детьми делали пряничные домики. И вот это было очень красиво, очень вкусно и увлекательно, потому что дети, конечно, воспринимают Рождество, и вот эти все праздники ждут с нетерпением, и это сказка. И вот в эту сказочную такую атмосферу мы погрузились вчера и сами с помощью наших специалистов, которые приехали из Москвы. У нас был мастер-класс от Ольги Вольновой. Очень интересный такой блогер, пекарь, уникальные рецепты. Мы надегустировались, напробовались всего, это было очень вкусно. И, конечно же, рецепты даже записывали под тиктовку, потому что уникальные были такие, знаете, шедевры, можно сказать. Кулинарное искусство. Сегодня все чаще можно слышать от разных людей о том, что год был действительно для всех очень непростой, очень тяжелый, нет какого-то новогоднего настроения, волшебства. Мне кажется, выставка, ярмарка «Подмосковный умелец» – это как раз-таки то самое место, посетив которое у вас точно появится и чувство праздника, и ожидание Нового года, и вера в чудеса. Вот точно-точно там будет, потому что все очень и очень атмосферно получилось. Детей много, действительно, есть ощущение такого волшебства. Мы оформили шатер ярмарочный в виде пряничного домика, он так очень ярко, нарядно подсвечен, очень красивое такое красное пятно, привлекающее людей на входе, гостей встречают кролики живые, белки. Естественно, детям все это, ну и взрослым все это очень интересно. И фото зоны. Появились и фото зоны, кстати, в этот раз, в том числе, привлекли, к участию наших известных артистов, и театр Натальи Бондаревой, они тоже присутствовали. Были очень яркими, да, конечно. Таким акцентом. Да-да-да, то есть работа целой команды, конечно, это сразу видно, это очень красиво. И мы пытались сделать праздник яркий, динамичный и со вкусом. Ну это действительно получился такой прям фестиваль, вот гастрономический фестиваль, но тут даже сложно сказать, чего больше. Продуктов, ремесел, культурные программы, да, то есть вот все так удалось вместе сочетать, прям просто уникально. Ну вот сама выставка лоскутного шитья, она, конечно, подразумевает, знаете, такое вот выставочное сразу пространство. И человек приходит, он в первую очередь обращает в свое внимание на такие яркие краски, хочется это все пощупать, потрогать, потому что это очень интересно. И также послушать, как это все делается. И у нас работали, наверное, человек пять у нас было мастериц, которые непосредственно все это рассказывали, показывали, делали красивые мастер-классы. И выставка кукол, уже вот такие тряпичные, да, мастер-класс по текстильной кукле, был тоже очень интересно, особенно для детей, да и даже для взрослых. Выставка продолжается, продлится она, я еще раз повторюсь, до, будет идти до 8 января. Чем будут насыщены эти дни? Какие сюрпризы ждут жители и гостей Одинцовского округа? Да, во-первых, она все-таки еще, этот год еще не закончился, и вот, наверное... Прямо все самое вкусное можно пить до 31-го, до 31-го ночи. Да, 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 к нам вот сегодня буквально приехало еще несколько фермеров со своей продукцией, которые они специально готовили в течение такого вот, какого-то времени для, это сыры, колбасы, сыры, колбасы. Давайте прям подробнее, чтобы прям у телезрителей... Утки копченые. Да, да, копченые утки, сыры, козьи, сыры, коровьи. Различные вяленые, вяленое мясо, вяленая свинина, вяленая говядина, колбаса, мочение, соление, капуста, несколько видов грибов, 8 видов засолов огурцов, 6 видов засолов помидор. Все это бочковое, все это вот открытое. И, естественно, это уникальные продукты, которых нет, невозможно купить в супермаркете. И, ну, как всякой хозяйке, хочется как-то удивить. А в этом году особенно хочется удивить и порадовать, потому что мы все прекрасно понимаем, что новогоднюю ночь большинство из нас будет встречать, естественно, по традиции, с семьей дома. А те, кто раньше уезжал, тоже останутся дома. И вот тот самый уникальный случай, когда можно... Новая традиция. Да, новая традиция у тех, у кого ее не было. Есть все шансы сделать ее традицией, такой хорошей, доброй, семейной. И удивить своих близких, порадовать. Действительно, самое главное сейчас, ведь даже не столько, сколько там, что ты готовишь, а из чего ты готовишь. Конечно, абсолютно. Где это выращено, как это выращено, кем это произведено. Вот главный вопрос и главная проблема для любой хозяйки, которая заботится о здоровье своей семьи и хочет, чтобы пища была не только вкусной, красивой, но, самое главное, полезной. И вот тут на помощь приходят как раз-таки фермеры. Абсолютно. Вот ключевую вещь сказали, потому что о том, как готовить сегодня, там все секреты. Ну, открывай, да, гугл. Да, в современном мире нет секретов. Все открыто, все доступно. А сегодня, а так, кстати, всегда было во все времена, одной из ключевых компетенций, экспертиз шеф-повара, было обеспечить снабжение. То есть, достать хорошие продукты. Это, кстати, и в Европе, и у нас достать хорошие продукты. У нас многие известные рестораторы и шеф-повара мировые просто не смогли открыть рестораны, потому что не смогли создать необходимый ассортимент продуктов, из которых можно что-то соответствующее готовить. Можно же просто поставить на стол сыр, например, томаты, масло. Абсолютно. И даже больше хлеб. Да, и все это будет уникально. Все это, каждый этот продукт обладает настолько самостоятельным, достаточным вкусом, что это уже и будет, ну, как мы говорим, гастрономической сенсацией. Сам вот этот вкус, потому что, ну, были советские времена, был дефицит, понятно, достать хоть что-то. Мандарины только надо было. Мандарины, шампанское, все это надо было доставать, были заказы и так далее. Сейчас формально дефицита нет. Ты заходишь в магазин километровой длины. А реально дефицит есть. Ну, дефицит качественных продуктов. Дефицит, да, продукта живого, который обладает соответствующим меню. Обогащен всеми необходимыми витаминами, микро- и макроэлементами, что немаловажно. Не из коробки, не из длительного хранения, значит, и логистики, когда он, неизвестно, откуда доставлен, сколько лежал, хранился. Когда вот это все живое, сделанное руками. И этого никогда не будет много, потому что, ну, 20 миллионов мегаполис, да, сколько там сейчас живет он на нашей территории. И сколько у нас здесь? Ну, десятки, сотни фермеров с маленькими хозяйствами. То есть, по-настоящему дефицитный, по-настоящему натуральный вот этот вот интересный. Вопрос не только в том, что он полезный, а это действительно просто другой, ну, как бы другие ощущения, другое мышление. И доступ к этому продукту сегодня является, ну, таким вот эксклюзивным. Ну, это действительно, вот слово «побаловать себя» подходит как нельзя лучше вот к этому конкретно фестивалю, потому что это действительно новые вкусы или хорошо забытые. Да, ну, если говорить про следующий год, то... Два дня у нас будет пауза, первое, второе, все-таки нужно перевести дух, как говорится. Ну, у всех семьи, у фермеров тоже, но тем не менее, да. Нужно продегустировать это. Их тоже нужно отпустить к семьям. Да, нужно продегустировать все, что будет куплено. А с третьего числа мы возобновляем нашу фестивальную активность. И у нас еще три такие темы до конца фестиваля. Третьего, четвертого января мы называем такие, как это называем, книжные дни. У нас будет большая книжная распродажа, рождественские книги, крестьянская литература, букинистическая, букинист такой мы организуем внутри, такой букинг-кросс. Вот, как это, книжный книг, книжный, небольшой такой книжный разбал. Кругово вот книг. Да, книжный, книжный. На выставке. Книжный рынок. Автограф-сессии. Да. Встреча с авторами, с автограф-сессиями. И вот у нас так, два дня книги. Пятого, шестого у нас, опять же, второй очередной фестиваль уличной музыки. Очень полюбился в прошлом году. Это неожиданно, оригинально. Я думаю, что, ну, не боюсь утверждать, не решусь утверждать на сто процентов, но мне кажется, что это будет единственный фестиваль уличной музыки в эти дни в подмосковных городах. Поэтому, в общем-то, ждем нас со всего региона. Кто из приглашенных гостей, кто заедет? Ну, так, чуть-чуть можем же приоткрыть завесу. Из уличных музыкантов? Слушайте, это уличные музыканты. Это не звезды, вот, в нашем понимании этого слова. Это вот люди, которых можно встретить. Тем не менее, какие-то музыкальные направления интересные. У нас общая такая тональность, общее настроение, оно называется в этом году в мажоре. Почему? Потому что, ну, хочется радости. Хочется радости. Хочется хорошего настроения. Поэтому мы настраиваем наших музыкантов на то, что вот мы будем, ну, не то, что мы как-то... Мы не грустим, мы радуемся. И самое главное, что у нас будет правильный формат. То есть, это улица, это все будут соблюдены нужные нам требования, рекомендации. Да, она открыта в воздухе. Поэтому это будет весело. То есть, это оптимально. Уличная музыка, она рассчитана, во-первых, на восприятие в движении. Человек идет по улице, он уже где-то слышит музыку, приближается, немножко постоял, ушел. То есть, не образуется такой большой толпы. И это, ну, с точки зрения... Да, 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 сейчас же не сделаешь. Мы год назад вот это все продумали и подготовились к временам, этот формат. Когда еще никто не знал. Да, поэтому... Мы чувствовали. Да, 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 да. Это безопасно, да. И 7-8 числа, собственно говоря, уже в рождественские дни, время разгавления, у нас такая завершающая программа «Кухня православных народов». С мастер-классами, с дегустациями, ну, балканская кухня, наша сербская, грузинская. То есть, мы, греческая, то есть, мы будем представлять это уже такой вот, ну, прям вот пир-пир, что называется. Вот. Несколько слов, вот мы уже об этом сказали, немного, наверное, важно добавить, что мы соблюдаем все меры предосторожности, средства индивидуальной защиты на входе. Ну, с одной стороны, мы извиняемся за, как говорится, доставляемое неудобство, но все понимают прекрасно, в какое время мы живем, поэтому измеряем температуру, предлагаем бесплатно средства индивидуальной защиты, маски и перчатки, бесконтактные дозаторы. То есть, можно, войдя в шатер, значит, полностью быть все, естественно, в масках. Ежедневно мы тестируем всех наших участников, и тех, кто ведет мастер-классы, и продавцов. То есть, у нас, мы гарантируем людям, что посещение нашего праздника будет праздником, не принесет никому никаких неприятностей. Но я хотел бы отметить, знаете, вот я с удивлением наблюдаю, насколько люди сознательные, и насколько люди понимают. И вот ни одной ситуации какой-то напряженной за это время не возникло. То есть, люди идут в масках, если нет, берут маску, там, надо померить температуру, померили, спасибо. То есть, какое-то очень, я бы сказал, такое зрелое, взрослое общество, которое понимает и взаимодействует. Всем очень хочется, чтобы это поскорее закончилось, а закончится это тогда, когда все переболеют, выстроят, получится иммунитет. Да, и будут ходить в масках. Ну, самое главное, да, ну, конечно, самое главное – это здоровье, здоровье участников и посетителей. И я думаю, что это было на первом месте при организации данного мероприятия, потому что все прекрасно мы понимаем, в каких условиях он проводится. И я очень рада, что представлено «Лоскутное шитье», потому что мы встречались в конце ноября с руководителем этого проекта. И, безусловно, конечно, очень жаль, что Воденцово выставка не состоялась, но зато есть возможность отправиться в Звенигород и посетить, и прикоснуться к этим шедеврам. Без привлечения. И как раз абсолютно случайно, когда мы уже монтировали выставку, вдруг мы обнаружили панно, которое напоминало именно ярмарку Савино-Стражевского монастыря, которое проводилось 250 лет еще назад. В этом году юбилей. И мы нашли это панно, и вот как раз оно, наверное, стало таким центром притяжения, очень красивым. Акцентом таким визуальным. Но все-таки не случайно, что в Звенигород не случайно была выбрана эта площадка, и она действительно вот прижилась. Вы прям попали в прошлом году так в яблочко. Мы очень хотели, да, старались, поэтому так все. Когда работает команда, да, и единая энергия, дух, конечно, все получается. Ну, мы третий раз уже на этой площадке, и вот вы начали мои разговоры, вы спросили про обратную связь. Приходят люди, которые очень хорошо помнят прошлый год, и прямо говорят, мы вас ждем, мы вас ждали. То есть у них никаких сомнений даже не было. Что ярмарки не будет, да, или фестиваль не состоится. А вот в сентябре мы у вас вот это вот брали, а вот это будут для этих. То есть уже такая, вот как это должно быть на рынке, когда люди идут не просто в магазин, а идут к конкретному продавцу, идут поговорить. То есть люди... Поэтому мы говорим, это не столько ярмарка торговая, это культурное событие в первую очередь. Культурное и социальное. Вот при детей сказали, у нас еще и пожилые люди приходили, тоже рисовали. Смотришь и радуешься, и понимаешь, что это праздник для людей. Ну, это как раз-таки место, которое объединяет. Объединяет разных людей разных возрастов, разных поколений, людей с разными увлечениями. Действительно, каждый может найти себе занятие по душе. Что-то вкусное. И не только по душе. Да, да, еще не поздно. Еще не поздно. Как работает выставка-ярмарка? Какой режим? Мы работаем с 11 и до последнего посетителя. Значит, до 8 января мы планируем плотно работать. Перерыв сделаем только на первое-второе. А в 31 мы будем до 7 вечера. Продолжаются мастер-классы, продолжаются выступления артистов, гостей. Конечно же, будет смена участников. Она будет в течение всего этого времени. Поэтому приходите, не пропускайте это грандиозное событие. Подготовьтесь к новогоднему столу. Правильно? Зенеград, улица Московская, дом 15. Все ждем. Все ждем на выставке-ярмарке подмосковного. Прямый автобус. Которая продлится до 8 января, если нужно добраться. Есть ли какая-то дополнительная? Конечно. И электричка напрямую идет до Звенигорода. И два автобуса. Также от станции два автобуса идут напрямую в центр города. Прямо непосредственно к ярмарке. Поэтому всего лишь нужно собраться и приехать. И приехать, да. Конечно. Всех ждем. Приближается Новый год. Ну и несколько слов, конечно же, нашим телезрителям. Наталье. Самое главное – это здоровье. Но и не забывать о том, что всем нужен праздник. Поэтому с праздником. Верить только в хорошее. Пусть все будет у нас хорошо в этой жизни. Да, здоровья, хорошего аппетита. Мира с близкими, самое главное. Встретимся все за новогодним столом. Но у каждого он будет свой. А продукты, которые будут на новогоднем столе, они будут практически одинаковые. Потому что мы их приобретем на подмосковном умельце. Точно. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо за позитив, за энергию. Вот у меня появилось новогоднее настроение. Все, жду с нетерпением, когда наконец-то доедут до выставки подмосковный умелец. Отлично, будем ждать. Спасибо большое. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok